Здравствуйте! В эфире основные политические новости дня. В студии я, Эльчин Рагимзаде. Передача письма главе МВД завершилась задержанием журналистов. Сегодня утром около 20 представителей гражданского общества и медиа пришли к зданию МВД, чтобы передать коллективное письмо на имя министра Намира Усубова. Текст обращения был обнародован накануне, и в нем содержался призыв к министру арестовать всех подписавших обращения, так как они тоже участвовали в уличных шествиях по случаю столетия Азербайджанской Народной Республики 28 мая. После этого полиция арестовала четырех активистов партии Реал, обвинив их в хулиганстве и нарушении общественного порядка. Эти беззакония полиции вызвали глубокое возмущение общественности, более ста представителей которого направили в вышеназванное обращение главе МВД. Придя утром к зданию, активисты долгое время не могли добиться от пресс-службы принять текст обращения. После долгих переговоров с представителем пресс-службы, активистам рекомендовали опустить его в ящик писем, адресованных министру. После того, как это было сделано, инициатор данной акции, журналистка Хадиджи Исмайлова, сделала краткое заявление для коллег. Однако прошло около 30 секунд, как стоявшие вблизи сотрудники полиции увели журналисты Рамина Деко и активиста партии Мусават Эльмана Фаттаха, снимавших Исмайлову. Избран новый гендиректор ИТВ Сегодня в Национальном совете телевидения и радио состояло заседание Вещательного совета общественного телевидения и радио. Как сообщает АПА, на заседании прошли выборы на должность генерального директора ИТВ. В соответствии со статьями закона о вещании общественного телевидения и радио, Вещательный совет избрал Гасымова Балакиши Алих Перуглу генеральным директором ИТВ на 4-летний срок. Председатель партии Народного фронта Азербайджана ПНФА Али Керемли 31 мая встретился с находящимся в Баку заместителем помощника госсекретаря США по Европе и Евразии Бриджит Бринг. В ходе встречи были обсуждены общественно-политическая ситуация в Азербайджане, препятствия на пути процесса демократизации, проблема политзаключенных, «Новая волна репрессий против ПНФА», сообщил Туран Керемли. Лидер ПНФА высоко оценил итоги встречи. Главный прокурор Грузии ушел в отставку из-за протестов. В четверг, 31 мая, около здания главной прокуратуры Грузии в Тбилиси, протестовали около 20 тысяч человек. Люди недовольны решением суда относительно убийства 16-летних подростков Ливана Дадунашвили и Давида Саралидзе 1 декабря 2017 года. Как сообщает Грузия онлайн, из-за протестов подал в отставку главный прокурор страны Ираклий Шотадзе. На акции присутствуют представители политических партий и общественности. Недавно к ней присоединилась первая леди Грузии Мака Чичуа. Одного из обвиняемых суд оправдал в убийстве Саралидзе, а второму переквалифицировали обвинение с умышленного убийства на попытку умышленного убийства. Между тем, первого признали виновным в умышленном убийстве Дадунашвили. Таким образом, остается неясным, кто убил Саралидзе. Хочу лично обратиться к родителям убитых на улице Хораба подростков. Я был и остаюсь с вами. Как главному прокурору и как отцу, должность не стоит жизни ваших детей. Хочу, чтобы вы знали, я сделал все, чтобы виновные были наказаны. Так как хочу, чтобы вы верили в то, что я говорю, я покидаю должность и уверен, что правосудие по этому делу будет полностью достигнуто, говорится в заявлении Шотадзе. После протестов у здания прокуратуры люди перекрыли главную улицу Тбилиси, Шотару ставили и продолжают свой протест у здания парламента. Они требуют, чтобы отца одного из свидетелей по делу убийства на улице Хораба Мирзу Субилиани арестовали и осудили. Вместе с тем, одним из главных требований остается наказать убийц Давида Саралидзе. На этом все. Всего доброго. До завтра.